Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем обсуждать и тему Шувы. Напомню только, что говорит и показывает Всемирный Центр Бнейно из города Героя Ушалайма в мегаполисном смысле этого слова, в широком смысле этого слова. Сегодня у нас 15-е с Ивана, 5-7-8-1, и мы посвятим наш урок полному выздоровлению Ури Бен Слава, а также Лилу Нишматана под Давид. И я хотел бы напомнить, что мы действительно говорим о Чуве, много говорили о сущности, определении этого понятия, а теперь мы больше говорим о подробностях, о том, каким образом делают Чуву. И сегодня мы посмотрим, как Рамба разъясняет нам, разумеется, не на основании своих мыслей, а на основании того, что сказали нам пророки, каким образом взвешиваются заслуги и наоборот, заслуги и нарушения человека. То есть, каким образом, почему это для Рамба важно? Потому что он хочет дать четкое определение, что такое праведник и что такое злодей. Потому что у каждого человека могут быть какие-то плюсы, какие-то минусы. Где проходит эта грань? Где проходит это определение? Каким образом вообще это определить? Сделаем лыхаем варуха ка дунаю и хаула вау. Чакой не обитвору. Пишет Рамба, каждый человек, есть у него заслуги и провинности. Обратите внимание, то есть Рамба исходит из того, что человека, у которого бы не было никаких каких-то недостатков или моральных проблем, не существует. Может быть, Рамба, если его спросить вот так вот принципиально, может быть, скажет, что, может быть, теоретически такие люди и существуют. И, может быть, они действительно существуют и существовали в истории. Но мы сейчас говорим про большинство людей обычных. И поэтому, смотри, у каждого человека есть какие-то заслуги, какие-то нарушения, какие-то плюсы, какие-то минусы. И тот человек, заслуги которого больше, чем все его вот эти нарушения, он называется цадик, праведный, говорит Рамба. А тот, у кого его нарушения больше преобладают над его заслугами, то тот называется злодей. А тот, у которого половина на половину, да, 50 на 50, тот называется средний, бейнуни. То есть, система, которую Рамба здесь выстраивает, она на первый взгляд проста. Потом мы увидим, что совсем не все так просто, но, по крайней мере, здесь она выглядит довольно схематично и просто. Итак, повторяю, большинство у тебя заслуг, ты цадик. Большинство у тебя правонарушений, наоборот, нехороший человек. А если 50 на 50, то это называется такой средний, бейнуни. Теперь давайте посмотрим, как Рамбам сразу же, еще не разъясняя нам вот ту схему, которую он нарисовал, тут же переходит на уровень общественный. На уровень общественный. И та же, говорит, страна, государство, город, общество, страна. Если у этой страны заслуги ее жителей преобладают над их нарушениями, провинностями, нехорошими вещами, то это государство праведное. А если правонарушения людей, они более многочисленные, чем заслуги, то это злодейство. То есть такая страна, где нарушение больше, чем заслуг моральных, такая страна злодейство. Нет, страна целая. И так же, говорит Рамбам, весь мир. И так же, говорит Рамбам, весь мир. Так же весь мир. То есть, если мы возьмем с вами все человечество, весь мир, он имеет в виду все человечество. Если все человечество, оно взвесит его, есть еще большая часть населения Земли, она преобладает, его заслуги преобладают. И, скажем так, заслуги, заслуги человечества преобладают над его наоборот, нехорошими правонарушениями, то тогда это замечательный мир. А если нет, значит, это злодейский мир, злодейское человечество. Причем дальше Рамбам эту схему еще больше устрожает и говорит, человек, у которого большая часть его дел, то есть большая часть его поступков, это злые поступки, да, вина его больше, чем заслуг. Заслуг у него, допустим, мало, а вины очень много. Такой человек, говорит Рамбам, тут же умирает в своем злодействии. То есть, такой человек не может жить дальше. И он приводит здесь послуг из Еремияу, где Еремияу, и, кстати, Еушеб, говорят, что по множеству твоих, то есть, почему там, о ней пророки говорят, иудеев, всему этому царству, говорит, за множество, за множество твоих преступлений. То есть, есть такой-то момент, говорит Рамбам, когда преступления общества настолько преобладают, что общество теряет право на существование. И мы с вами можем привести пример из Танаха с Дома и Амора. С Дома и Амора. И вся вот эта весь этот конгломерат, там было пять городов, они же существовали, причем существовали довольно долго и в какой-то момент были уничтожены. Спрашивается, ежели они были такие нехорошие, так почему же они существовали раньше? А ежели они существовали раньше в таком виде, почему же им и дальше не существовать? А ответ на самом деле очень простой. То есть, ответ не простой, но из слов Рамбама ясно. С Дома и Амора не были уничтожены просто так, какой-то произвольный момент, а были уничтожены тогда, когда их вина, когда совокупность всех их злодеяний перепоняла ту красную черту, за которым общество, обратите внимание, здесь он говорит про общество, теряет право на существование. То есть, где эта черта проходит, трудно сказать, но она проходит. Она проходит. И действительно, когда Всевышний послал своих ангелов к Авраму, он сказал, смотри, будем со Сдомом разбираться, потому что вина их уже все, вот так. Приведу вам еще один пример, опять же, из Танаха, чтобы показать, на что Рамбам опирается. История с канонейцами, канонейцами, населявшие Кна. Когда Всевышний обещал Авраму, отцу нашему, землю Израиля, он ему сказал, смотри, сейчас нельзя, потому что неполна еще вина ему рейца. Вот пройдет несколько поколений, твои потомки вернутся сюда, четвертое поколение войдет сюда. Почему? Потому что на тот момент канонейцы, или собирательные их имени мурейцы, они еще не были на уровне, когда на таком уровне морального разложения, что они потеряли право на существование в этой земле. Даже наоборот, мы видим, что были времена, когда канонейцы были лучшими друзьями Авраама, Иуды и так далее. Но в момент, когда они потеряли это право, сдом был уничтожен. То есть, когда уже, не сдом, а когда канонейцы перешли некую черту морального разложения, можно, кстати, говорить, какая это черта, это не просто моральные какие-то проблемы, но это кровопролитие, крайние формы уже беспредел полового разврата, и жертвоприношение, интегральной частью которого является убийство. Например, молех, служение молеху. Таким образом, есть-то красная черта. Так что, здесь Рамбом сразу нам говорит, смотри, речь ведь не идет о том, что только отдельный человек, его дела, его поступки взвешиваются. Хорошие, плохие, давай считать. Но речь идет и об обществе в целом, и даже о всем человечестве. И поэтому мы видим, действительно, в какой-то момент человечество было уничтожено потопом. То есть, есть момент, и там это описывается, указывается, что есть моральная причина этого. Мир напомнился грабежом. Здесь Рамбом приводит как раз посылка из книги «Бережит», которая говорит о сдоме. Говорит, вопль сдома и аморы, потому что велики, и так далее, и так далее. А насчет того, что весь мир судится, Рама приводит тоже посылок из книги «Бережит», и увидел Ашем, что велико злодейство человека на земле. Таким образом, говорит Рамбом, смотри, не только отдельный человек, но и общество, государство, и даже все человечество, если переходит некую красную черту морального разложения, то за этим следует его уничтожение. это довольно страшно, что он говорит. Теперь самая большая здесь проблема, не самая проблема, а самая большая сложность в том, каким образом и кто это взвешивает. То есть, если бы у меня был такой приз-курант, то я мог бы посмотреть, так, за это так, здесь два очка, три очка, пять очков, так, минус, идешь в минус, плюс идешь в плюс. Говорит Рамбом, вот это взвешивание, вот это соотношение, оно не идет по количеству заслуг и преступлений. То есть, человек мог бы сказать, смотри, у него 15 заслуг и 25 преступлений. Ага, он в минус 10, значит, он нехороший. Или у него 50 заслуг и 15 нарушений, а, ну, в плюсе 35. не говорит Рамбом, не подумай. Это взвешивание, этот подсчет, этот расчет не ведется количественно. Он ведется качественно. Потому что есть такие заслуги, которые перекрывают множество преступлений. А есть такие преступления, которые перекрывают множество заслуг. То есть, вопрос в том, каким образом эти вещи взвешиваются. И вот это нам совершенно неизвестно. Нам кажется иногда, что какая-нибудь простая вещь, да, человек там, я не знаю, навестил больного и сказал ему доброе слово. Сказал ему, ну, выслушал его, да, сказал, пошел и пожелал ему там здоровья и так далее. Нам кажется, ну что, ну что такого мы сделали, да? В конце концов, если бы так я мог прийти или вылечить его, да, или решить его проблему, или, по крайней мере, финансово поддержать, или что-то еще. Но ведь человек, который навещает просто больного, он никакой практически помощи ему не оказывает. Тем не менее, это великая вещь, потому что человек, который приходит и навещает больного, он разрывает цепочку его одиночества. Он уже не один в своей борьбе с болезнью. У него есть общественная поддержка, он чувствует, что с ним общество, народ, что он не одинок, и это дает ему силы, это дает ему надежды, это дает ему оптимизм. Иными словами, есть здесь вещи, которые мы даже не знаем, насколько они влияют, ведь настрой, настроение больного вполне возможно является решающим. так многие докторы говорят. А вот, например, если кто-то кому-то дал, я не знаю, пожертвовал миллион долларов на строительство медицинского центра, к примеру, и написано вот этот билдинг построен на средства такого-то из штата Калифорнии, окей, и названным именем. Ты думаешь, вот это я понимаю, вот это заслуга. Человек действительно построил на свои деньги великий медицинский центр, и там оказывают практическую помощь. А что, пришел какой-то дядя, посидел с больным и ушел. Но мы не знаем, каким образом эти вещи взвешиваются. Почему? Потому что Рамам говорит, они взвешиваются только у Всевышнего. И он знает, каким образом организовать и сравнить весь этот подсчет заслуг и преступления нарушений. Иными словами, это не наш подсчет. Нам кажется, что вот что-то трудное, большое сделал, потратил силы, деньги. Вот это действительно великая заслуга. А просто сказал доброе слово или улыбнулся, что в этом? Пойди знай, пойди знай, что вполне возможно с точки зрения какой-то объективной абсолютной ценности эти вещи как раз не так видятся, как нам. Мы не знаем. Поэтому, говорит Рамбов, ты не думай, не думай, что у тебя, то есть у человека, у нас может быть какое-то представление о том, как эти вещи взвешиваются. Нет, Всевышний их взвешивает и нам, а для чего же нам нужно это знать? А для того, говорит Рамбов, чтобы мы принципиально понимали, что речь идет о моральной оценке человека. Но как она делается, этого мы не знаем. Этого мы не знаем, потому что сравнение идет не по количеству добрых дел, а по их качеству. Иногда человек сделал что-то одно маленькое хорошее, глядишь, с точки зрения абсолютно это оказалось перевесило множество преступлений. Мы не знаем. мы не знаем. И по этому поводу говорит нам Рамба, когда происходит, например, вот это взвешивание, да, так же, как это происходит взвешивание вот заслуг и нарушений человека, и вины человека, в момент его смерти, подводится итог, и так же это происходит каждый год в Роша-Шана. Причем Рама подчеркивает все люди, все люди в мире, они взвешиваются в Роша-Шана. Причем здесь, он пишет здесь в первый день Роша-Шана. Вероятно, что, в Роша-Шана, дело в том, что время Рамбы это был один день. То есть, в Роша-Шана, Роша-Шана это действительно судный день для всего человечества. И каждый человек проходит вот это взвешивание для того, чтобы определить его судьбу на будущий год. И поэтому, и поэтому этот день, к которому стоит нам готовиться, да, и каким-то образом исправлять все то нехорошее и стремиться делать хорошее. Это понятно. Но интересно, пишет Рамбом, что всякий, кто в этом взвешивании определяется как праведник, подписывается к жизни. А тот, кто злодеет, подписывается к смерти. А человек средний, да, у кого там 50 на 50, его отлагают до Йом-Кипура. И если сделал шуву, подписывается к жизни, а если нет, подписывается к смерти. Понятно, что и здесь мы не можем понять эти слова, однозначно, потому что, окей, ведь не все же люди, которые умирают. Да, получается, на первый взгляд по этой схеме чуть упрощенно получается, что каждый человек, который умирает, он злодей. Вот, если умирают, он злодей. Но мы-то знаем, что есть множество праведников, стопроцентных, которые умирают. То есть, рамбом здесь говорит нам с точки зрения абсолютной. Это не обязательно, что этот человек умрет в этот год. Имеется в виду, что с точки зрения абсолютной, может быть, у него не будет продолжения и так далее. Потому что, повторяю, есть множество, множество нюансов в этом взвешивании. И этих нюансов, и эти нюансы мы не знаем. Здесь, поэтому, рамбом нам только принципиальную схему выстраивают. А в отношении каждого отдельного случая мы понятия не имеем, почему тот или иной человек, например, умер. Потому что мы знаем, умирают не только злодеи, но и праведники. А зони умирают по другим причинам. Теперь, как человек должен видеть себя в течение всего года? Говорит рамбом, поэтому человек должен все время смотреть на себя в течение всего года, как половина заслуг и половина вины у него. То есть, я же не знаю, как эти вещи взвешиваются. Я не знаю, я больше праведник или больше наоборот. Поэтому, для того, чтобы каким-то образом себя собой управлять в моральном плане, рамб говорит, смотри, ты должен смотреть на себя таким образом, как будто ты находишься в состоянии 50 на 50. И поэтому, более того, не только человек, но и весь мир ты должен видеть, как 50 на 50. И получается, так как все мы связаны друг с другом, ведь люди же, они же не просто сами по себе отдельные. Все человечество связано с другим, это все-таки есть какая-то общая, какая-то общность, которая объединяет всех людей. И поэтому, когда один из людей, допустим, я совершаю что-то хорошее, вполне возможно, что я не только себя перевел в сторону позитива, если я был 50 на 50, перевесили мои заслуги, но вполне возможно, что моя заслуга, что-то хорошее, что я сделал, перевесили чашу весов всего человечества, всего мира. Представляете, что получается? То есть, что рамбом говорит, смотри, когда ты оцениваешь свои поступки, ты должен понимать, что ты не являешься какой-то отдельной единицей. Все люди связаны. И поэтому все, что ты делаешь, влияет на судьбу человечества. Мы не знаем, как это точно все влияет, но вот представь себе, ведь может быть такая ситуация, что от твоего поступка-то все и зависит. Может быть, весь мир висит на волоске, и ты вдруг взял и перевесил, и спас и себя, и весь мир какую-нибудь страшную катастрофу. Понимаете? Сделал одну митву и перевесил все человечество. Сделал какое-то преступление, может быть, небольшое, но поди знай, может быть, это небольшое преступление. Оно как раз перевесило чашу весов всего человечества в сторону вины. и человечество куда-то рухнуло в тыр-тарары, и ты даже не представляешь себе, почему оно рухнуло, вполне возможно, из-за тебя. Так, он хочет показать нам, смотри, мы не знаем, как эти вещи взвешиваются, но учти, что все влияет. Причем, ладно тебе на себя, допустим, наплевать, но подумай о человечестве. Ты не один. Нам кажется, что как для себя, но на самом деле все люди происходят от Адама. Все люди являются какой-то человеческим родом и общностью, и поэтому Всевышний видит нас как некая человеческая общность. Вот об этом стоит тоже подумать. То есть, Рамбан переводит нас сразу же на вот такой мировой даже уровень. Но интересно, говорит Рамбан, опять же, это он основывает на словах пороков, что когда взвешивают заслуги человека и наоборот, то первые два его нарушения не принимаются во внимание, а принимаются только с третьего и дальше. Интересно. То есть, получается, почему, почему это так? Да потому, что когда человек, когда человек что-либо совершает, он ведь совершает вещи, не всегда понимает, что он делает. Например, опять же, приведем пример истории Каин. Каин совершил убийство, убил Эвеля. Но ведь это было первое убийство, и он не понимал в полной мере, что он делает. Например, он не понимал, что он убивает не только Эвеля, но и всех его потомков. Представьте себе, когда человек убивает кого-то. Это же означает, что он убил и всех потомков, которые могли родиться у него. Это получается гораздо больше, чем какой-то один человек. И поэтому и поэтому человек, он и поэтому человек, он на самом деле на самом деле не всегда понимает, что он делает. Например, тот же самый Каин, когда он сделал то, что сделал, мы видим, что Всевышний не отнесся к нему по полной строгости закона. Потому что что полагается за то, за пролитие крови? Логично. Он убил, значит, надо его убивать. А мы видим, что Каина отправили в ссылку. А потом мы с вами видим, для кого предполагается вот эта вот ссылка, кого отправляют в изгнание. Неумышленного убийцы. Неумышленный убийца убегает в город убежища. А умышленный убийца с ним уже разбирается по-другому. То есть мы видим, что поступок Каина был оценен как неумышленное убийство. Потому что он был первым и не понимал. И даже в того раз, когда человек что совершает, он не до конца это понимает. но уже начиная с третьего, человек уже у тебя был опыт и ты уже понимаешь, с этого момента начинает. То есть когда Всевышний считает наши вот эти проступки, мы видим, может даже первые два пропускает, потому что они считаются неумышленными. А уж дальше да. А уж дальше начинается. Еще важная вещь, говорит Рамбо, здесь вот говорит уже про удел в будущем мире и подчеркивает и также праведники народов мира есть у них удел в будущем. Вот это вот определение праведники народов мира это точное определение для Бнейнох у Рамбова, потому что в том месте законных царей, где он пишет про Бнейнох, именно так он их и называет. То есть мы видим с вами, что не только народ Израиля, здесь он говорит, что у многих нет, но в принципе есть, и также праведники народов мира. То есть праведники, поэтому мы видим, что этот подсчет, это взвешивание заслуг и наоборот, на нем решается не только и может быть не столько, что будет в этом конкретном году, а что будет вообще и дальше и даже после смерти. То есть заслуживает ли человек жизни, продолжение жизни после смерти. И поэтому Израил подчеркивает, что праведники народов мира есть у них удел в будущем мире, продолжение. Как это выглядит, никто не знает, никто там не был. Только хочу напомнить, что здесь имеется в виду, я думаю, что всем это ясно, принятие и осуществление семи заповедей на инох, это полное отрицание всякого, запрет идолопоклонства, всех видов идолопоклонства, включая все виды христианства, это запрет убийства, это запрет полового разврата, есть там шесть категорий, мы об этом говорили много раз, есть запрет есть мясо органов еще, взятых еще у живого животного, запрет кражи, запрет убийства, мы говорили, а еще справедливые суды, необходимо устроить справедливый суд, который бы все это регулировал, я надеюсь, что я ничего здесь не забыл, и вот когда человек все эти вещи принимает и соблюдает, он называется хасиду мотолам праведливых народов мира, и есть у него удел будущего людей, это тоже очень важно отметить, теперь Рамбан говорит, смотри, есть люди, есть люди, у которых есть проблема, какая проблема, это люди, у которых нету дела в будущем, кто это, это те люди, которые способствуют тому, что другие, другие, что они сворачивают, подстрекают других, совращают других, совершают преступления, то есть одно дело, когда человек совершает свои нарушения, другое дело, когда человек совершает, способствует тому, что за ним идет какая-то группа людей или масса людей, которые совершают то или иное преступление. Какие категории он к этому сюда причисляет, какие примеры он приводит, смотрите, например, Ераван, Цадок и Байтос. Ераван бен Мебаб это царь Израиля, первый царь отделившегося северного царства Израиля, который вместо того, чтобы управлять страной, так как ему пророк Архия сказал, он побоялся, что народ уйдет в Иуду, в дому Давида и поставил золотых тельцов на границе своего царства с тем, чтобы народ не ходил в Ярушалае и сказал, вот, это те самые Илухим, которые вывели тебя из Египта. То есть, он пошел по пути, по которому пошел Арон в пустыне. Кстати, на него, вероятно, он и ссылался. И в конце концов стали служить там, и в конце концов это привело к отрыву Израиля от Иерушалима, от Иуде Мигдаша, и это стало совсем уже проблематичным, когда стали служить самим тельцам в течение поколений. До конца царства Израиля эти тельцы существовали и привели в конце концов к изгнанию. И поэтому Ярова, хотя он не делал это с чисто политическими целями, но в конце концов совратил народ заниматься идолопоклонством, и поэтому такого человека нету дела в будущем мире. Цадок и Байтос это люди, которые были во втором храме, которые отрицали устную традицию, устную тору, за ними пашет какое-то течение, которое называлось дуким и так далее, было много с ними проблем, и также Рамбом называя здесь Ешуа, основателя христианства, здесь он пишет, что он вел преступление и совратил многих, он не пишет здесь, что точно в другом месте, Рамбом пишет, что он имеет в виду это подстрекательство к идулу поклонству, а также там он пишет про разного рода магию и колдовство, вот такая была статья, и поэтому говорит Рамбом у подобного рода подобных категорий, как приведенные выше персонажи, нету дела в будущем мире, интересно, что Рамбом здесь еще приводит одну очень интересную категорию, часто эти вещи бывают актуальными, он говорит, смотри, есть также категория людей, и это всякого рода руководители, вожди, которые нагоняют страх на общество не ради интереса небес, то есть не ради того, чтобы воспитывать общество ребят, прекратить злодейство, давайте жить хорошо и правильно, нет, а для того, чтобы от них боялись и чтобы их уважали и делали, выполняли все их желания, как всем множество царей народов, да, то есть, довольно нетрудно представить сегодня себе этого персонажа усатого, но он действительно приходит, то есть, это человек, который угнетает, множество диктаторов усатых, что-то в этом есть, в этих усах, и вот он угнетает, уничтожает, убивает, пытает, кричит, стращает и так далее, вот у такой категории товарищей нет удела тоже в будущем мире Гитра. Разумеется, Гитра, когда у всех у этих людей нет удела в будущем мире, в случае, если они не сделали ЧУ, да, мы же с вами про ЧУ говорим, от ЧУ она всегда возможна, да, ЧУ все возрасты покорны, и порой вы плодотворны, и поэтому если человек сделал ЧУ то тогда все это переворачивается, и есть у него дело в будущем мире, и все хорошо, и даже если он в последний момент это сделал, как мы уже много раз говорили, и рандом подчеркиваю, и вот все, говорит, злодеи, преступники и так далее, и так далее, все те, которые таки сделали ЧУ их принимают и им не вспоминают того, что было. То есть обратите внимание на вот эту особенность, да, то есть Рамбом у нас здесь сегодня у нас здесь сегодня что-то такое это, он нас с Рамбом стращал немножко, да, говорил, вот это так, это так, у этого есть, у этого нет, а потом в конце в конце выясняется, что на самом деле все не так страшно, потому что все это только если человек не сделал ЧУ. Это то, что мы с вами говорим все время, что ЧУ это вещь, которая лишает человека всякого душевного давления и страха. То есть страху нет здесь места. Понятно, что человек должен стараться делать хорошие вещи, не делать плохие, но понятно, что люди могут ошибиться на том и люди, но если человек ошибся, в чем проблема? всегда есть возможность сделать шубу, всегда она принимается, вещи нужно исправлять, понятно, человек должен компенсировать донесенную ущерб и так далее, но все зависит в конце концов только от меня, то есть моя близость ко Всевышнему или наоборот зависит от моего сознания, от моего решения. Понятно, что это сознание и решение они непросты, то есть человек понимает, должен понимать, что он делает, если он не понимает, ему трудно сделать шубу, безусловно, безусловно. И обратите внимание еще одну вещь, да, хочу привести, говорит Рамбол, смотри, есть вещи, которые затрудняют шубу, обратите внимание, вещи, которые затрудняют шубу, из этого ты уже понимаешь, что шуба возможна всегда, потому что Рамбол не говорит, есть вещи, которые есть такие преступления, которые делают шубу невозможным, Нет, такого Рамбо не может сказать абсолютно. А есть вещи, которые затрудняют шуму. Например, человек, который не дает кому-то сделать митсу. Опять же, приведу многим. Опять же, приведу пример Ярована. В чем была проблема Ярована? Не только в том, что он делал какие-то нехорошие вещи, но он не дал, не только то, что он построил Золотых Тельцов, но он не дал народу Израилю ходить в Иерушалай, в Бет-Эмикдаш. Есть митсва, три раза в год подниматься в Бет-Эмикдаш и вообще там служить и так далее. Он говорит, нет, я не дам. Поставил вот эти вот контрольно-пропускные пункты и до конца царство Израиля не стояли. То есть, мало того, что он сделал какую-то негативную вещь саму по себе, он не дал людям, целому народу, это большинство колен Израиля, пойти и сделать митсву, подняться в Бет-Эмикдаш. Есть еще одна категория товарищей, которая, которая подчеркивает, что их шуба затруднена. Это человек, обратите внимание, который мог протестовать, или же это группа людей, или это единицы, и он не протестовал, а оставил их вот в том, что есть. Понятно, что, что Рабам имеет, надо это разъяснить. Если есть и видишь какое-то злодейство, которое происходит, и ты можешь, у тебя есть возможность сказать, я не согласен, я протестую, встать на защиту угнетенных, обиженных и так далее, и так далее. Опять же, не всегда есть такая возможность, да, Рабам здесь намекает, у него была возможность, он мог это сделать, а мог этого и не, у него всегда бывает возможность, да. Но, если была такая возможность, и он этого не сделал, то получается, что из-за него все это деградировало, понимаете? Это перед нами ставит всегда серьезный моральный выбор, потому что очень часто я слышу такую фразу, люди говорят, а мы люди маленькие, от нас ничего не зависит. Это на самом деле полная ложь, потому что маленький я человек или большой решаю только я. Маленький человек – это тот человек, который решил, что он маленький, но ведь от маленького человека зависит столько, сколько и от всех остальных. А большие люди отличаются от маленьких людей только тем, что они берут на себя ответственность. Поэтому человек должен знать, да, иногда действительно нет возможности, но иногда, и это очень часто у людей, которые себя называют маленькими, есть возможность выступить против, предотвратить, помешать или осудить какое-то злодейство. Они предпочитают молчать. Вот это, говорит, Рамбам, тоже вещь, затрудняющая шуву. Это не означает, что эти люди не могут сделать шуву, но это означает, что им будет труднее сделать шуву. Почему? Потому что желание их настолько заскорузлое, понимаете? Они настолько погрязли в своих личных интересах, в эгоизме, что им будет очень трудно себя перевернуть. Но, конечно, Рамбам говорит, что все люди всегда в любой ситуации могут совершить шуву, и шува всегда возможна. Есть ли у нас вопросы? Я, кстати, предоставлю извинения за то, что сегодня моей картинки нет, но это технические трудности. Есть ли какой-то грех, которого невозможно Богу простить нам? Шува возможна всегда. То есть любой грех? Любое, все, что сделал человек, всегда может сделать шуву. Разумеется, есть потом необходимо компенсировать нанесенную щадь, заплатить и так далее. Человек платит иногда, да. Но близость моя ко Всевышнему зависит только от моего желания. Помните, мы с вами говорили про этого Элазара Бендурдая, который в последнюю секунду своей жизни сделал шуву? Она была принята. Правда, эта шува потребовала от него всех жизненных сил. Но, тем не менее, человеку, которого по определению там не было никаких светлых пятен в его жизни, то есть это принципиальная позиция и пророков Израиля, Рамом это не от себя выдумал, и мудрецов Израиля, и Рамом здесь подчеркивает, шува возможна всегда. Не всегда это просто, но всегда это возможно. То есть даже немецкие лидеры, фашистские лидеры, на которых кровь миллионов евреев, могли бы получить прощение, если бы... Израиля, смотрите, если человек, если бы он сделал это, наверное, чай, что его не надо было бы казнить, но он бы умер уже праведником, да? То есть ему пришлось бы, конечно, за что-то платить. И мы видим, кстати говоря, интересные вещи. Многие потомки нацистских преступников, они действительно еще творца Всевышнего и так далее. И я помню, что Рафшарке рассказывал, что к нему даже приходил такой Бен Ноах, который был, я не помню точно степень родства, но он довольно недалеким потомком Геринга. Но повторяю, даже сам человек, сам человек, интересно, что в трактате Сан-Идим есть обсуждение того, что вот человека казнят, да, в Сан-Идрине, он там, я не знаю, уже законченный злодей, какой угодно, ему перед смертью говорят, сделай шубу сейчас. Это не означает, что его не казнят, но потом дальше он пойдет уже полным праведником. Понимаете? Так что в этом плане повторяю полный оптимизм. Это не означает, что мы должны накапливать преступления и ждать последнего момента, поскольку вещи эти затруднительные. Но я хочу снять всякого рода напряжение в этом плане. Понимаете? Мы всегда, и все можно исправить. Потому что все начинается и заканчивается здесь, в моей голове. Понимаете? Это не где-то внешне. Внешнюю компенсацию, внешний ущерб, безусловно, я должен заплатить. Заплатить за свои дела. Но быть близким ко Всевышнему или далеким зависит только от меня. Окей, если у нас еще... Пожалуйста. Окей, я вижу, что больше у нас вопросов на сегодня нет. Да, все понятно. Спасибо большое. Все понятно. Окей, тогда всего хорошего и до новых встреч в эфире. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч.